Ну ладно, а как же играть? Xbox Series S. В этом ролике мы разберем, почему это самый лучший выбор для игр прямо сейчас, и почему его стоит купить в 2023 году. И первым самым решающим как по мне фактором является цена. На старте консоль стоила 27 тысяч рублей, по такой цене я ее и приобрел. Сейчас же из-за роста курса и из-за всех остальных факторов, его цена колеблется от 30 до 35 тысяч рублей. Блужи варианты можно найти за 20-25, если постараться, даже за 20 тысяч рублей. Вообще, если сравнивать с ценой на видеокарты и ценой на старшие консоли, такие как Xbox Series X или PlayStation 5, в среднем Xbox Series S было и есть самым доступным вариантом по цене поиграть во все самые новые игры. Сколько бы ни говорили, что он не особо мощный и тормозит индустрию, на него так же, как и на Series S, выходят самые новые игры, которые уже не выходят на предыдущие поколения. К примеру, то же самое дополнение для Киберпанка. Сам-то Киберпанк вышел на все консоли, но дополнение Phantom Liberty доступно только на новых консолях CLS, поэтому считать его новым поколением совершенно точно и нужно. Второй фактор – это дизайн. Да, внешне он похож на кирпич, но при этом остается достаточно красивым. Существует консоль в белом цвете, и так же недавно вышла Carbon-версия в черном цвете, и насколько же он маленький. Его размеры всего-то 27 до 15 см и высоту 6,5 см. Он поместится просто куда угодно, на любую полку под телевизором, и даже может служить неплохим дополнением к интерьеру в комнате. Геймпад по сравнению с прошлым поколением практически не потерпел изменений, особенно если рассматривать конкурента в лице PlayStation 5, который геймпад сделал достаточно большой скачок в сравнении с геймпадом от PlayStation 4. Но все равно геймпад Xbox достаточно удобен. В нем есть вибрация как и в самих рукоятках, так и в триггерах. Назвать его каким-то неудобным тоже не получится. В руках он лежит отлично, а благодаря специальной текстуре сзади геймпада руки, даже когда потеют, держатся за него достаточно хорошо. И он остается достаточно цепким. Если чуть подробнее говорить про производительность, в играх он да, слабее PlayStation 5 или Xbox Series X, в эксклюзии уже Microsoft это проявляется просто в другом разрешении. Если на Series X игра идет в 4К или в 2К 60 фпс, то на Series S она идет в 1080 или в 2К, при тех же самых 60 фпс. В мультиплатформенных же играх можно заметить разницу также и в качестве текстур, и очень часто в дальности прорисовки. Так что разработчики до сих пор не очень хорошо оптимизируют игры для Series S. Но все равно в среднем все новинки идут в 1080 и 60 кадров, подо что консоль заточена. А в каких-то играх, примерно в том же самом Фортнайте, даже и доступный режим в 120 фпс. Что очень хорошо подойдет тем, у кого монитор примерно 144. И даже обратная совместимость. Благодаря ней вы можете играть не только в самые новые игры, но и в старые игры из прошлых поколений Xbox, к примеру Original или 360. Не говоря уже обо всей библиотеке игр с Xbox One. Следующим пунктом хотелось бы выделить подписку Game Pass. Подписка от Xbox это главный козырь нового поколения Xbox. Вы, возможно, видели последние новости о покупке Microsoft компании Activision Blizzard. Так что благодаря подписке Game Pass скоро у вас будет доступен большой кусок игр. Такие как серия Call of Duty, серия игр Diablo и даже Crash Bandicoot. Некогда главный эксклюзив PlayStation 1 теперь является франшиза Xbox. В данный момент записи ролика, то есть октябрь 2023 года, подписка на год при покупке через другой регион, не в России, так как продажи закрыты, составляет 4500 в год. И это лучшее предложение за эти деньги. Как покупать игры в других регионах задерживать на этом внимании я не буду. По этому поводу вы найдете огромный кусок информации в интернете. Смотря сколько стоят новинки на PlayStation, в официальных магазинах это порой и 10, и даже 30 тысяч. А так, благодаря тому, что Microsoft купили огромное количество студий, теперь все эти игры будут доступны по подписке. И да, можно сказать, что среди них большое количество хлама. Но, к примеру, благодаря подписке я узнал о такой игре, как Psychonaut 2, и если бы не подписка, просто так покупать и пробовать бы эту игру я так и не стал. И это, кстати, еще один фактор крутости этой подписки. Можно попробовать какие-то игры, которые бы вы никогда не купили. Элементарно можно скачать игру и попробовать в нее поиграть, даже не покупая ее полностью. Короче, геймпасс и все, что с ним связано, это хороший аргумент именно в покупку Xbox. А теперь сравним, к примеру, с PS4. Сейчас в боу-варианте ее можно купить примерно за те же самые деньги, поэтому сравнение я считаю актуальным. Итак, сравнение. На PS4 вы, конечно, получаете более худшую производительность, если сравнить одни и те же игры. Подписка PS Plus, конечно, тоже неплоха, но по сравнению с тем, что ждет геймпасс в будущем, а то есть добавление всех частей Call of Duty, Diablo и остальных серий игр Activision Blizzard, Xbox, как платформа, в целом будет лучше для фанатов этих игр, а их огромное большинство. Брать взломанную PS4, чтобы не платить за игры, вы отрезаете себя от онлайна. А все интересующие вас игры можно быстро пробежать и больше вы о них не вспомните. Нежели онлайн составляющая, которая может оставить вас в игре на гораздо большее время. Многие новинки уже не будут выходить на PS4, так как она их попросту не тянет. Если кратко подытожить, я считаю, что Xbox Series S сейчас является самым лучшим вариантом поиграть как в старые, так и в самые новые игры. И если вы долго думали и выбирали что-то для гейминга за небольшие деньги, то самым лучшим вариантом прямо сейчас, который точно стоит купить, это Xbox Series S. Субтитры сделал DimaTorzok